Сколько ей лет этой куртки? Я ее купила за 40. А стоила она 250. А зачем мне отдавать за 250, если через неделю она стоит 40? Вот зачем? Ну да. Это сейчас мы, девочки, говорим о том, что стоит ли покупать по скидкам товары. Покупают ли американцы товары по скидкам. И вот Танюша, она, поскольку они хорваты, они ездят все время в Хорватию, и вот говорит, что немногие или многие? Немногие. Немногие покупают по скидкам? Немногие покупают без скидки. А, немногие покупают без скидки. Это редко. В основном все покупают по скидкам. Все ходят и покупают на скидках. Особенно акции, распродажи. Все этим пользуются. Почему не купить 5 шоколадок по цене одной? Вот почему их не купить? Конечно, их купят опять же, кладок по цене одной. Пойдут их и сидят. Очень даже, почему не зайти в кафе, в котором висит акция? Покупаешь два кофе, третий тебе бесплатно. Почему бы мы втроем не зашли и не попили там кофе? А есть люди, которые это осуждают. Не будем говорить, кто и где. Но есть люди, что пишут, что вы покупаете по скидкам. Неужели у вас не хватает денег? Вообще денег не хватает всегда у всех. Денег никогда не бывает много. Но я не тот случай, ребята. Так же, как и Таня. Нам хватает всегда и всего вдоволь. Вот у нас как с легким паром. Сколько у вас есть? Что надо, то и есть. А что вам надо? Вот что есть, то и надо. И у нас, ребятки, как старый Новый год. Старый Новый год. Что надо, то и есть. Вот. А когда нам что-то надо, вдруг каким-то волшебным образом, каким-то волшебным образом, такая бешеная скидка, и именно то, что мне надо. Понимаете? Это очень часто. Я в том, что вам дружинка в таком скидке. И вообще, сейчас я еще скажу, что вообще это не, я не знаю, это не стыдно покупать по скидке. Это совсем не стыдно, ребята. Это наоборот. Молодцы, вы цените свою копейку, вы ее цените. Но ценить может только тот, кто зарабатывает. Вот в чем дело. Я не думаю, что миллионеры расточительны. Я думаю, что расточительны те, кто наоборот, вот им деньги попались, и они не знают, что это такое. И они эти деньги налево, направо, как в последний раз. Они не умеют, не знают цены, особенно девушки, которые выходят замуж за богатых, и не знают сами, как зарабатывать. Но это ровно до того момента, как их бросают. Когда их бросают богатые, вот тогда они понимают. А до этого момента они могут рассуждать, и именно в этот период, наверное, пишут такие вот сообщения, что как вам не стыдно покупать вещи по скидкам? Я не пойму, а какой стыд здесь? В чем здесь стыд? Вот напишите, девочки, мои девочки, которые мне пишут все время, напишите, кому не стыдно покупать по скидкам? По-моему, всем. Это все. Хвастается тем, что купили дорогую вещь дешево. Вот этим вот все хвастаются. Все подружки между собой собираются и начинают рассказывать, кто дешевле заплатил за колготки. Банально. Просто за колготки. Ну вот, и я поэтому, я тоже прихожу к Танюше, говорю, Таня, там-то, там-то, представляешь, такая-то скидочка, и я купила себе, вот сейчас, например, я купила такую себе, ну не сейчас, а вот там у меня в покупочках было в магазине Хаус, это один из моих любимых магазинов для сына, для своего, я там всегда покупаю джинсики, или там вообще, именно по скидкам. Можете опять там писать, я все равно, кто-то мне опять за скидки напишет, я все равно эти сообщения удалю. Так вот, ну не важно, кто-то, я негатив удаляю, объясню, там тоже меня спрашивали, почему вы удаляете негатив? А я потому удаляю негатив, что у меня позитив, что у меня сплошной в жизни позитив, когда вы позитивный человек, и у вас позитивные, эти они за сообщения. Кстати, я там одно сообщение, за прошлый раз, а они не за прошлый раз, а там у меня есть, про что, у меня есть очень хорошее видео, про БАДы, БАДы, какие добавки мы кушаем с сыном, там есть кальций, там есть йод, то, что постоянно я употребляю, это кальцимин, этот йод, и ревит, и еще обязательно рыбий жир, и вот там про это, и плюс козье молоко, козье молоко, это моя панацея, и там мне один написал, ну это другая история, я вам потом расскажу, сейчас мы за скидки, чтобы не уходить, по скидке я купила, короче, шляпу свою, такую красивую, все думала, когда, когда одену, когда же я ее одену, когда же будет холодно, в конце концов, у нас же юг Украины, и у нас все время тепло, до последнего момента, 17, 15, ну там 5, ну 7, опять 17, 11, вчера опять тепло, сегодня немножечко похолодало, сегодня у нас начало декабря, и уже похолодало, поэтому я взяла и одела, шляпку свою красивую, красивейшую, вы сегодня в моем отфете видите, вот я ее купила, по 50% скидке, а если бы я ее не купила, в хаусе по 50%, американцы, тогда немцы, все дураки, черную пыльницу устроили, все дураки, а еще хочу вспомнить вам, под Рождество скидка, так они за скидку, американцы, бегут, и готовы друг друга подавить, но побежать, еще заранее выбирают, они заранее ходят, и присматривают, что они в этот день, в ночь, это ночь, скидок, или как, с утра открываются, и они бегут, вы толпу видели, посмотрите, посмотрите, вот посмотрите, наверняка есть видео там, где они, перед Рождеством, предрождественская скидка, и они бегут, бегут, я даже в фильме каком-то видела, скидка 70-80, да, и они бегут, именно ждут этого дня, и в этот день, все закупают, закупают, а такие дураки с России, когда приезжают, такие наши новые, русские, или там как, в пиджаках красных, то они могут себе позволить купить, там, я знаю, за миллион, всякую фигню, и ходить, думать, какой я богатый, а потом возвращаться в срань, в грязь, в тараканник свой, может быть, не, я не говорю там о их доме, может быть, дома-то у них и бриллиантовые унитазы, как у нашего Януковича, может быть, он и срет в бриллиантовый унитаз, но когда он выходит на улицу, он же видит алкашню, наркоманию, грязь, срач, вонючие вокзалы, оплеванные тротуары, и бутылки валяющиеся, и собирающиеся, это ж, это ж не секрет, поэтому лучше, ну, американцы нищие, которые покупают все на скидках, живут прекрасно, пребывающие, да, по скидке, и выводят чистоту, и обувь не снимают в доме, все, поэтому, да, поэтому за скидки я не стыжусь, и никогда не стыдилась, и всю жизнь свою, вам честно говорю, и торжественно обещаю, буду покупать все по скидкам, поэтому мне такие смс-ки писать не надо, мне не стыдно, мне не стыдно абсолютно, теперь, теперь, там, еще были комментарии, какие-то, типа, недовольные, там, аутфит, я вам скажу, у меня аутфит, аутфит мой, он у меня в голове уже сложен, с детства, потому что у нас всегда и мама, и папа, я там где-то фотографии показывала, и мама, и папа мои, всегда отменно одевались, во все времена, независимо за распад Советского Союза, и когда он в гною стоял, знаете, когда было такое состояние, когда Советский Союз был в застой, в застойные такие годы, когда даже купить нечего было, если вы помните, и негде было купить, и вот тогда в этот страшный застой моя мама все равно заказывала платье, шили на заказ, причем был такой журнал, бурдамодан, крестьянка и работница, если вы помните, и вот там были выкрики, и вот она собирала эти выкрики, она краила, и отдавала, у нас не было машинки, потому что мы очень скромно жили, и она отдавала, ей строчила, соседка, у нас был магазин такой ткани, и напротив, и вот она шла в этот магазин, там была закройщица, и вот она ей это делала, и у нее дома была машинка, и она строчила ей платье, И нам платье, и мне на выпускные. И мы были всегда самые красивые. Вот так. Поэтому я вам хочу сказать, элегантные были всегда. Самые красивые. Поэтому я вам хочу сказать, что дело не в том, нищий ты, со скидкой ты покупаешь, шьёшь ли ты себе, не шьёшь ли ты. Это не зазорно, и это не стыдно. И в этом людей стыдить не надо. Сегодня у вас есть копейка, которую вам не жалко выбросить. Это я называю выбросить. Вот как я могу шляпу купить, если она стоимость пальто? Вот моя шляпа стоимостью пальто, если её по полной цене покупать. Это нормально? Я ходила, облизывалась полгода. И я дождалась. Потому что я понимала, что не могут люди купить себе, позволить по стоимости пальто, шляпу. И я дождалась. И вот я пришла весну, нет, осенью. Начало осени, сентябрь. Только лето прошло, жара. А эта шляпа лежит. Представляете, я посмотрела, 50% скидка. Вот это уже шляпная цена, можно брать. И я быстрее, быстрее взяла. Поэтому не надо мне писать. Не надо. Я знаю, сколько моей шляпы стоит. Шикарная шляпа, конечно. Всем вам желаю такую шляпу. Там мне про шляпу там написали, когда я покупочка. Вот, и, кстати, согласна со мной Танюша по поводу скидок. Таня знает, что ко всем... А зачем иначе делают магазины такие крутые скидки? Вот даже мне нравится магазин L'Etoile. Сейчас там скидки, я вот думаю, спрашиваю, Таня, тебе такое нравится? Такое нравится, я себе купила по скидке. Очень классные, классные духи. Туалетную воду. Я обязательно вам ее продемонстрирую. Тоже бешеная была скидка в L'Etoile. Я вам тоже в покупочках покажу. Вот. Очень я... Не любила я такой запах. Из-за того, что скидка, я взяла и полюбила. Нет, я про него сначала почитала. Я узнала, я посмотрела, для себя открыла новый аромат. Никогда не думала, что куплю себе вот такой именно аромат. А прошла, я и так, и сяк к нему. Я надушилась им. И ушла. Сутки ходила. Потом вынюхивала платье. Потом я постирала это платье шерстяное. Потом я понюхала. А оно продолжало пахнуть. Думаю, ну все. Этот аромат будет мой. Вот так вот, дорогие мои. Это вам по поводу скидок мы рассказали. Как живем мы. Ну, а как живете вы? И делаете ли вы? И ходите ли вы по магазинам, где скидки? И ждете ли вы скидок? Напишите мне. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok